Здравствуйте! В эфире программа «Новости Латвии». Смотрите в этом выпуске. Вопрос дальнейшей помощи беженцам. 90 дней уже близко. Переход на госязык в школах. По мнению профсоюза, если было 800 вакансий, то с переходом на латышский язык их будет в 5 раз больше. Эксперты считают, что пришло время думать о соответствии трассы Рейл-Балтика военным нуждам. Сильные, ловкие и смелые. Пожарно-спасательной службе сегодня 157 лет. Далее об этих и других новостях подробнее. По информации Министерства внутренних дел, число жителей Украины, прибывших в Латвию после вторжения России, достигло почти 29 тысяч. Для некоторых из них скоро истечет установленный государством 90-дневный срок оказания помощи. Сегодня ситуация с финансированием приема украинских беженцев обсуждалась под комиссией Сейма по совершенствованию системы самоуправлений. В заседании участвовали представители ряда министерств, союза самоуправлений, ассоциаций больших городов и общественных организаций. По цифрам МВД, более 23 тысяч беженцев получили право на работу. Десяти тысячам найдено жилье с помощью комиссии по гражданской обороне при самоуправлении. Однако те жители Украины, у которых есть биометрические паспорта и которым не нужна помощь со стороны латвийского государства, могут находиться в Латвии без регистрации до 90 дней. То есть, по сути, латвийским властям точное число беженцев из Украины неизвестно. О числе государственных подданных Украины в Латвии, конечно, мы не можем знать. Как не можем знать, сколько сейчас жителей Латвии находится в Латвии, а сколько за границей. У нас открытая граница в Евросоюзе. Нет пограничного контроля. Правительство недавно утвердило план поддержки беженцев, на финансирование которого может быть выделено до 116 с лишним миллионов евро. Эта сумма рассчитана на прием до 40 тысяч беженцев. Также решено, что по прибытию в Латвию 30 тысяч жителей Украины, 15 тысяч из них будут распределены по семи городам государственного значения. Причем больше половины из них должна принять Рига. Что касается самоуправлений, то беженцы будут распределяться по ним пропорционально числу местных жителей. Но у самоуправлений много вопросов. Как известно, уже 23 мая у первых людей, которые прибыли с Украины из-за войны, заканчивается этот срок – первые 90 дней. И фактически сегодня не решен вопрос первичной поддержки, питания и размещения, как это будет продолжено. До конца эти решения в отдельных разделах так и не приняты, а другие решения о дальнейшей поддержке приняты с опозданием. В самоуправлениях растет беспокойство и о том, какая будет дальнейшая поддержка, и о том, как коммуницировать с жителями Украины, что объяснять насчет дальнейшей поддержки. Например, будет ли связана дальнейшая поддержка с занятостью беженцев? Как быть с размещением? С 1 июля беженцев запрещено селить в гостиницу. Надо будет приспосабливать нежилые помещения. А как? Какие критерии? Как быть с оценкой материального положения претендентов на социальную помощь? С большой радостью ответил бы на вопрос по существу. Но, как я уже сказал в самом начале, все вопросы, которые так или иначе касаются расходов государственного бюджета, не находятся и не могут находиться только и только в компетенции чиновников. Еще раз подчеркиваю, кто принимает концептуальные решения, это политическое руководство. Чиновники могут давать советы или осуществлять экспертизу, но решение принимает политическое руководство. А до 23 мая, между прочим, не осталось и недели. Юрий Родин, Арсен Бесадзе, Латвия, Зинц. Призыв политиков из национального объединения перевести обучение в школах полностью на латышский язык уже с 1 сентября этого года реализовать невозможно. Как нереально и рассчитывать на то, что с нового учебного года учиться на государственном или на своем родном языке начнут дети украинских беженцев. Такое мнение выразила глава профсоюза педагогов Инга Ванага. По данным профсоюза учителей, школы и детские сады в настоящий момент уже посещают более 4 тысяч детей украинских беженцев. И не исключено, что их число к ближайшему 1 сентября может только вырасти. Педагогам приходится непросто. Не хватает ресурсов, помощников, учебных материалов, поддерживающего персонала. Есть ситуации, где они могли, но коммуникация была на английском, но это все-таки не настолько распространено. Потому что дети, они, конечно, быстро учатся, но все-таки это недостаточно. И в основном коммуникация с ними была на русском языке. У нас недостаточно ресурсов, чтобы полностью на 100% 1 сентября ученикам из Украины все было бы на украинском языке. И второй аспект. Надо понимать, что эти дети, семьи, большинство возвратятся в Украину. И это обязательно. Им надо обеспечить возможность сохранить их в каком-то объеме ихнюю культуру, для их очень важные ценности. Строить планы и рассчитывать на то, что дети украинских беженцев за лето выучат латышский, не стоит, считает лидер Учительского профсоюза. Это невозможно во всех уровнях образования обеспечить им полноценную учебу на латышском языке, потому что они не успеют за лето, даже если это будут лагеря летние, где особо учить латышский язык, изучить его на таком уровне, чтобы, например, в средней школе он сдавал экзамен. Но надо быть реальным, надо искать какие-то еще другие пути, и переходное время должно быть длиннее. Спланированный через три года перевод образования на государственный язык также вызывает много вопросов. В первую очередь из-за нехватки кадров в школах. И здесь опять же надо быть реалистами. Вырастить и подготовить за такое короткое время новых учителей система не успеет. Если еще совсем недавно, по данным профсоюза, было более 800 вакансий, то с переходом на латышский эта цифра может вырасти в пять раз. Если сбалансировать ставку, определить нормальное время для контактных часов и для остальных обязанностей, чтобы нормально можно было действительно работать с неперенагрузкой, чтобы профессионально не выгорали, это согласно расчетам министерства, тогда дополнительно еще нужны около четырех тысяч педагогов. Мы буквально в кризисной ситуации, покадровая политики в системе образования. И не хватает уже, начиная с дошкольного обучения. Рассчитывать на оптимизацию школ тоже не стоит. Сокращение учебных заведений в лучшем случае даст возможность повысить зарплату какой-то части педагогов. Нужны резкие решения и инвестиции. Неясен профсоюзу в связи с переходом на латышские. И еще один чувствительный вопрос. Если на это переходят, тогда надо все-таки соблюдать и тот принцип, что ученикам школ меньшинства им тоже должны сохранить возможность их языка, культуры. Это очень важно, потому что, чтобы они могли сохранить свои национальные ценности при такой реформе, которая для Латвии, она довольно, как сказать, сенситивна. Но то, что очень важно, не выйти в трибину и объявить о решении, но все-таки до этого объявления, чтобы была коммуникация с людьми, которых это касается. Свои вопросы профсоюз педагогов планирует задать завтра во время встречи с министром образования. Валерия Смирнова, Эдей Скарклинч, Латвия, Зынис. Если прежде проект железнодорожной магистрали Рейл Балтика в основном рассматривался как экономический коридор, то после российского вторжения на Украину ситуация изменилась. Как пояснил исполнительный директор компании РБ Рейл Агнис Дриксна, теперь важно, чтобы железная дорога соответствовала и военным нуждам. Прежде об этом упоминали редко, но такое использование уже было предусмотрено на этапе планирования в 2016 году. Это как несущая способность мостов и ширина колеи между рельсами, так и возможность выдержать нагрузку, необходимую для перемещения военной техники в 25 тонн. Рост цен может в ближайшее время разорить строительные компании. С таким опасением выступил адвокат Янис Лозе. Строители по независимым от них обстоятельствам не могут выполнять обязательства по договорам и, возможно, волна процессов неплатежеспособности. По мнению юриста, необходимо срочное решение этой ситуации. Как один из вариантов – ввести запрет на судебное производство дел о банкротствах. Такие меры уже применялись во время кризиса из-за пандемии. Это позволит выиграть время для всей отрасли и сохранить строительные компании на плаву. Второе решение состоит в том, чтобы заказчики и исполнители договорились о компенсациях из-за роста цен. Однако Лозе подчеркнул, что это будет непросто. Например, изменить условия договоров по государственным или муниципальным закупкам и везде, где есть софинансирование из фондов ЕС, очень сложно или даже невозможно. Пьянство и наркотикам бой, особенно за рулем. Сегодня правительство поддержало предложение ужесточить наказание для водителей, которых поймали в нетрезвом виде. Предусматривается, что для восстановления прав придется пройти курс лечения от вредной зависимости и в целом вернуться за руль станет гораздо сложнее. По новым нормам водителям придется доказать, что они воздерживаются от чрезмерного употребления алкоголя по меньшей мере год. Это должен будет подтвердить лечащий врач-нарколог. Кроме того, для восстановления прав, проштрафившимся назначат курс программы коррекции поведения, которая позволит изменить мышление и осознать последствия опрометчивых действий. Одобренные кабинетом министров поправки еще предстоит рассмотреть и принять в Сейме. И в завершение. Латвийской пожарно-спасательной службе сегодня исполняется 157 лет. Несмотря на солидный возраст, в ее рядах служит немало молодых, да и техника вполне отвечает современным требованиям. Правда, не вся. Треть служебного автопарка осталась еще с советских времен. Деньги государство пожарным и спасателям выделяет, но нерегулярно. Зарплаты у сотрудников тоже невелики. Зато в помощи этих людей, готовых броситься и вагоне в воду, мы нуждаемся ежедневно. Огнеборцы, водолазы, скалолазы. Они должны уметь все собраться даже менее, чем за минуту, хотя по инструкции на сбор экипажа дается 90 секунд. Единственное, на чем спасатели теряют драгоценные секунды – ворота депо. Сейчас они почти всюду автоматически и в старых зданиях для поддержания исторического вида сохранили и арочные проемы, и механические ворота. В риге таких исторических депо всего три. Это Намасково с одной из старейших, известной еще с царских времен. Гордость страны и позор правительству, когда пожарные и спасатели ходят с протянутой рукой. Все время ходим и просим правительства, если необходимо дополнительное финансирование, чтобы закупить новую технику и оборудование. Каждый год нам нужно 30 миллионов только для технического оснащения. Старая советская техника у нас тоже сохранилась. Ее довольно, к сожалению, много. Эти старые машины мы не можем оснастить новой техникой, которая нам необходима для выполнения наших функций. В пожарно-спасательном депо есть техника на все случаи жизни. Для тушения пожаров, ликвидации дорожных катастроф, для спасательных работ на высоте, квадроциклы и лодки, для спасения на водах. На помощь приходят всем – и людям, и животным. Такую экипировку имеет каждая пожарно-спасательная депо в больших и малых городах. Вот на селе, в глубинке, ситуация уже хуже. Треть машин у нас еще советского образца. Новым оборудованием их не напичкаешь, да и в ремонте они простаивают больше, чем выезжают на вызовы. Такая машина сегодня стоит почти 400-500 тысяч евро с полной экипировкой. Но это только одна из проблем – цена. Еще очень существенный аспект возможности доставки. Сейчас и легковую машину нелегко купить. А поскольку финансирование у нас не выделяется планомерно, то сложно что-то планировать дальше. В этом году, например, выделили финансирование на закупку машин. Но если у нас не будут готовые договоры о закупках, то в течение года у нас не будет возможности освоить это финансирование. Но это неправда, говорят в пожарно-спасательной службе, что нет никаких улучшений. В этом году правительство дало деньги на повышение зарплат в системе. И до 2025 года разработало план по повышению оплаты труда сотрудников. Только вот зарплаты никак не поспевают за нынешние дороговизны и инфляции. Наши зарплаты в сравнении со средней оплатой труда в стране сравнительно низкие, неконкурентоспособные. Средняя зарплата – 700-800 евро на руки. Определенно, надо пересмотреть порядок оплаты. Здесь я говорю не только о спасательной службе, а про все структуры внутренних дел, поскольку мы начинаем терять своих сотрудников. У нас сейчас довольно большое число вакансий, какого ни было все последние 15 лет. Однако молодежь приходит, говорят в пожарно-спасательной службе. Сотрудники стараются рассказывать о профессии школьникам, молодым. Проводят, как сегодня, дни открытых дверей. Беда только, что не каждый юноша еще по своей физической и общей подготовке соответствует требованиям профессии. А ей нужны смелые, крепкие и телом, и духом. В службе даже учреждена особая награда за отвагу. Ее удостаиваются не только спасатели, но бывают и гражданские лица. Здесь, в старейшем депо, сохранился этот раритетный колокол. У него когда-то били сигнал тревоги. Сегодня к нему стараются не притрагиваться. Пусть молчит. Значит, тогда никто не терпит бедствия. Татьяна Коваленко, Арсена Бесадзе, Латвияс Зинес. Это все наиболее актуальные события вторника. Доброго вам вечера и до новых встреч.